МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огонь полностью уничтожил пять гаражей и один автомобиль. В результате обрушения несущих конструкций гаражей повреждены два автомобиля «Газель», находившихся неподалеку от сгоревших гаражей. Причину возгорания в настоящее время выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории. «Украл, выпил в тюрьму» – крылатая фраза из всем известной советской комедии «Джентльмены удачи» стала для жителя Волжска девизом по жизни. 33-летний ранее судимый безработный мужчина промышлял тем, что обворовывал садовые домики. Его добычей были изделия из металла, которые он сдавал в пункты приема вторсырья. Оперативникам удалось установить личность преступника, который после очередного преступления попал на запись камеры наружного наблюдения. В настоящее время оперативниками устанавливается его причастность к совершению по меньшей мере пяти аналогичных преступлений. Следственным отделом МОМВД России и Волжской возбуждены уголовные дела. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». К дорожным происшествиям. На прошлой неделе в республике Мырел произошли сразу два наезда на пешеходов и оба на зебре. Так, 11 ноября на перекрестке улиц Мира и Карла Либнихта водитель, завершая поворот уже на красный сигнал светофора, сбил 10-летнего мальчика и 50-летнюю женщину, которая была госпитализирована. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Оршанка. Там, днём ранее, 29-летний водитель сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход была экстренно доставлена в больницу и поплечена в реанимацию, а мужчина скрылся с места ДТП. В ходе розыскных мероприятий мужчина был найден. Было установлено, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами, и автомашина, которую он управлял, не была зарегистрирована в установленном порядке. В последнее время многие ДТП происходят из-за того, что водители не учитывают погодные условия при выборе скорости на дороге. Так, в минувшие выходные около 6 часов утра на улице Зарубина 20-летний водитель Лады Калины потерял управление и врезался в дерево. Чуть позже в Звениговском районе водитель ВАЗа на высокой скорости съехал в Кювет. Ночью 15 ноября на 28-м километре автодороги Вятка пьяный водитель Двенашки вылетел со скользкой дороги и перевернулся. А в городе Волжске водитель «Шевроле», не соблюдая дистанцию, спровоцировал столкновение сразу четырех машин. К счастью, пострадавшие во всех авариях остались живы, но получили телесные повреждения различной степени тяжести.